Недовольно Тем живее ее соловьи Толь в расцвете судьбы Толь на склоне Что я знаю про век и про дни Отвори мне калитку былое И былым мое время продли Купола Купола церкви Воскресения Христова на Дебре Именно с этих куполов Начинается фильм Эльдара Рязанова Жестокий романс И вы наверное поняли Что сегодня мой репортаж Будет об этом замечательном фильме Мы побываем на местах съемки фильма Заодно и познакомимся Со старым русским городом Костромой Всем привет Я нахожусь на Воскресенском переулке Иду к храму Главный вход в храм Со стороны улицы Нижняя Дебря Это единственный Сохранившийся в Костроме Посадский храм 17 века В 1913 году Во время празднования 300-летия дома Романовых Ее посещал император Николай II С дочерьми и святой Мохнатый шмель Да-да, я буду мохнатым шмелем Который будет вас переносить на места съемок фильма Как они выглядят сейчас Мы посмотрим Я вошел во двор Храма на Дебре Такой здесь двор Так я покидаю Воскресенский переулок Летим на набережную Полетели Мы прилетели на следующее место Деба Каргар на набережной Здесь героиня фильма Лариса Гудалова Провожает сестру Которая вышла замуж за Кавказца Именно здесь она смотрит за Волгу И рассуждает Как все волжане о противоположной стороне берега Я сейчас за Волгу смотрела Как хорошо на той стороне Следующий эпизод фильма Ресторан на причале Так сейчас выглядит основной зал Ресторана Старая пристань На Дебакадере в Костроме Интерьер зала воплощает Ресторан в фильме И эпоху конца 19-го Начала 20-го века России Сестру Ларисы Ольгу Фильм сыграла Ольга Красикова Которая была актрисой Костромского драмтеатра Также работала на Костромском телевидении К сожалению рано ушла из жизни Вечная ей память Мы покидаем Небакадер и переносимся В следующее место съемок Центральная набережная Город Кострома Улица 1 мая По этой лестнице Паратов Наконец спускается И въезжает на дебакадер На проводы Ольги Агудаловой Так эта лестница выглядит сейчас Именно на этом месте стояла дебакадер Изменились тех времен и подходы к причалам Такие они сейчас Раньше были длинные деревянные Как в фильме Когда-то здесь на причалах Стояло три двухэтажных дебакадера Они были действующими К ним причаливали большие Малые теплоходы Но деревянные строения стали списывать по старости И за ненадобностью Одну из них выкупили И обновили И сделали знаковый ресторан Старая пристань Вот видите вон там вдалеке Ну вот туда мы заглянем Чуть попозже На набережной поменяли заборчик со столбами На берегах спилины деревья Вместо асфальта положена тротуарная плитка На этом месте была сооружена лужа И из нее Паратов поднимает экипаж Всем сразил Ларису с матерью И поставил в неловкое положение Карандышева Прошу Лариса Дмитриевна Садись Ну-ка подай назад Назад И ближе подъезжай Да не назад а вперед Назад говорю подай И подъезжай ближе Вперед я сказала езжай Заехал Да не надо ничего это Дальше по фильму Конный экипаж с матерью и Ларисой едут по набережной Я стараюсь показать вам места хронологически По ходу фильма А это фрагмент моей велопрогулки по набережной Смотрите на моем канале Приглашаю Летим в следующее место Центральный парк Именно здесь Здесь был дом Агудаловых Дом был построен из фанеры Понятно что он не сохранился Где то вот здесь На месте этого дома Сейчас Воссоздается Костромской Кремль Ну сейчас мы еще Обойдем Кремль И посмотрим там Как все выглядит Вот Я уже снимаю с другой стороны Вокруг Кремля сделан такой заборчик И именно за этим заборчиком Вот где то здесь Был дом Агудаловых Как я ранее говорил Он был сделан из фанеры Так же оградочка была бутафорская Я долго искал где же это место Гугл мне показывал Что оно на улице Лесной Где отель Золотое кольцо Но побывав там Я понял что это совсем не то место Так же я думал что это место На берегу Костромского горводоканала Но по воспоминаниям костромичей И по фрагментам из фильма По монашеским домам Я узнал что именно здесь Где то был дом Агудаловых И здесь Паратов и офицер В роли Панкратова Черного Устроили состязание по стрельбе Следующее место съемок Беседка Островского на набережной Она стоит на небольшом возвышении Которое раньше было оборонительным валом Старого города Беседка много раз появляется в фильме Но больше она показана Когда звучит романс Любовь волшебная страна И здесь внизу Беседки сделали такую надпись Любовь Я бы еще добавил Любовь волшебная страна Липовая аллея В беседке Каратышев сообщает Ларисе Что Паратов уезжает Не попрощавшись Она мчится на вокзал Но не успевает Для влюбленной в него Ларисы Это был удар Ей тяжело на душе Почтовая часть Я все знаю, что делается в городе Прекрасная страна Любовь Страна Любовь И только в ней Да, роль Ларисы Гудалова сыграла Лариса Гузеева Считаю, что для дебюта В главной роли Она сыграла великолепно Можно сказать, что для Гузеевой Кострома стала второй Родиной Тебя то нет То лжешь Не морщась Я поняла Любовь Страна Где каждый Человек Притворщик Весна Как прекрасно пахнет Все распускается И именно здесь шла Лариса В беседке Лестницу в беседке ремонтируют Но есть специальный лаз Сейчас я подойду поближе к беседке Вот этот лаз Ребята тоже фотографируют Что-то снимают Лариса смотрела вдаль И ждала Ласточку И сейчас Речальчик Где я только что побывал Где была лужа И вот так сейчас выглядит Беседка К сожалению, в беседке дорожку закрыли Здесь Карандышев Беседовал с Ларисой Надеюсь, беседку отремонтируют, отреставрируют Лесенки все эти сделают Пока все в таком печальном виде А это Липовая аллея Здесь шла Лариса к беседке Так все выглядит в данный момент Прошлой осенью Я снимал беседку Поэтому покажу вам отрывок из той съемки И вот она, беседка Астаровского Была она сооружена в 1956 году Если я не ошибаюсь, была поставлена в место деревянной Перемещаемся в следующее место съемок Центр города Рядом с красными рядами есть табачные ряды Именно здесь был магазин парижских мод Здесь Каранышев, Каранышева играл Андрей Мехков Покупает Ларисе модное платье В данный момент здесь дом книги Висит табличка овощные и табачные ряды Построенный 1819-1822 год Архитектор В.П. Стасов Дверь в модный магазин Сейчас здесь констовары и книги продают А здесь продавала цветы цветочница С тех времен табачные и овощные ряды почти не изменились На заднем плане веды красные ряды Церковь спаса нерукотворного А здесь была сооружена очередная лужа Каранышев хотел повторить поступок Паратова Поднять конный экипаж Но, увы, не вышло Именно так сейчас выглядит все Дальше по фильму Каранышев и Лариса Едут из модного магазина в конном экипаже А едут они по проспекту Мира в Костроме Мимо Романовского музея Дворянского собрания С другой стороны Дороги был снят дом с балконом Сейчас здесь Россельхозбанк Следующее место Парк Мураевка на улице Дзержинского Здесь по аллее гуляют купцы Кмуров В исполнении Петренко И Вожеватов играет Проскурин Это корпус технологического университета Они рассуждают о судьбе Ларисы Далее видны трубы бывшего мукомольного завода Который уже не существует Здесь в парке играет оркестр Проезжают Агудалы выскарандышевым в экипаже С муравьевки открываются великолепные виды на Волгу Не могу точно утверждать, что именно здесь было уличное кафе Многие говорят, что оно было сделано на смотровой площадке в центре Переносимся туда Где-то вот здесь Но в обоих местах, что на Муравьевке, что здесь Виден мост Поэтому где именно было уличное кафе Сказать точно не могу Пишите комментарии, костромячи, кто снимался Буду рад узнать, где же это было место Махнотый шмель Прилетел в следующее место Кругом сложные ряды Пряничные, зеленые, шорные А наше место рыбные ряды три Сергей Сергеевич приехал Сцену приезда Паратова в исполнении Никиты Михалкова Снимали в двух местах Одно здесь в рядах За этим забором его встречали А другая на набережной Где лестница, где мы были ранее К сожалению, с первого раза мне не удалось сюда попасть Кругом решетки Главная калитка заперта Видимо ее открывают, когда проходят выставки в рядах На заднем фоне виден храм Спаса Я пришел на это место в другой день И как поется в романце Все-таки мне отворили калиточку Здесь находится в данный момент Веломузей Андрея Митяева И Котомской музей-заповедник Быстронок-велосипед по-русски О, это моя тема И вот оно, это место Где Паратова встречали цыганя С музыкой, с вином, с шампанским Вот здесь все это происходило На этой точке, примерно на этом пятачке Эльдар и занов делал монтаж Задний фон был, когда оборотился аппаратов Балавога А если он повернулся сюда То фон был такой И вот это место съемок Рыбные ряды, шорные ряды Но если бы Эльдар Изанов снял задний фон То мы бы увидели это произведение искусства Советская архитектура Гор Водоканал В данный момент, сейчас здесь Охрана вышла Брехим в следующее место Приехал к нам, приехал Сергей Сергеевич Дорогой Приехал к Острому По фильму это город Брехимов Мы снова на наберной Сюда приплыл Паратов Вместо дебаркады Сейчас такие здесь причалы Дали современная ласточка Здесь Паратов подымается с друзьями По лестнице По той самой лестнице Откуда он на коне Езжал в начале На проводы Ольги На этом пятачке Именно встречали цыганя С вином или с шампанским Раньше здесь были Железнодорожные пути Которые вели на мукомольный завод На месте его сейчас Строит элитное жилье С видом на Волгу Автопешеходный мост Через реку закрывал В кадре вагон Выпьем за Серегу Поют цыгане Кстати, ваш оператор и рассказчик Тоже Серега Так что выпейте за Серегу Улица Симоновского 24 Областной музыкальный колледж Размещается в двух зданиях В памятниках архитектуры Конца 18-19 веков Бывшие доходные дома Купца Третьякова А также усадьба купцов Солодниковых Вдалеке видна Смоленская церковь На территории Богоявленска Анастасиинского монастыря По фильму Здесь табачная лавка Поповых Отсюда выходит с товаром Карандашов И видит Как мчится по улице С песнями, цыганами, парадом В сторону дома Агудаловых Увы, все в таком состоянии Шатровое крыльцо Обнесено заборчиком На здании висит сетка Все находится В предаварительном состоянии Такое крылечко Штукатурка отпадает Того, глядишь, и балконы упадут Красивые ворота Заржавели Музыкальное училище Хотят перевезти Другое место Так что судьба этих зданий Пока неизвестна Мы покидаем это место Летим в следующее Спускаюсь с улицы Молочная гора К московской заставе Вторая серия фильма Происходит на пароходе Ласточка Где разворачиваются Трагические события А моей ласточкой Будет ресторан Причал Старая пристань Он расположен На лоском берегу У московской заставы С одноименным отелем Проходим ворота С двумя обелисками По бокам На вершинах Которых символ Царской России Друглавый орел Отсюда я спустился С молочной горы На вершине которого Стоит Герой русской земли Иван Сусанин Здесь стоит Будка для дежурного В окраске Старых времен Обелиски создал Архитектор Фурсов Одноименная табличка Здесь висит Хочу сказать спасибо Меценату Сергею Новику Что он превратил Легендарный дебокардер В одну из главных Достопримечательностей Нашего города В ресторане Все до мельчайшей Детали напоминают О славном Купеческом городе И о беспреданнице Австровского В ресторане Вы извелите Старые наливки Вкусите блюда Русской кухни Можете заказать Чаепитие с купчихой Самоваром Пирогами Пряниками И бараночками Примерно такие Раньше были Подходы к причалам Но были они Деревянные Вокруг меня Голодят чайки Здесь их кормят Поэтому Они как видят людей Сразу налетают На берегу Утеный домик В этом он обычно Плавает на воде Старая пристань Чайки Чайки Кругом чайки Прямо сверху Летают Можно сказать Чайки Атакуют Но очень красиво Романтично И так Подходим К дебокадеру Здесь Старая надпись В07 1927 Дебокадер Номер 103 Погуляем По этому причалу Ресторану Посмотрим все Сделаю Своебразный Обзорчик Подмосток Стеклянная дверь Вспоминайте Фильм Дверь в ресторан Дальше Стоит причал С гостиницей Островский Везде Расставлены Столики Можете В любом месте В летний сезон В теплый сезон Здесь посидеть Великолепные виды Волга Матушка На заднем фоне Звучит Романс Здесь все время Заводят Романцы Музыку Из фильма Жестокий романс Вообще Русскую музыку Стоят Кастрюльки Великолепные виды Представили Как вы здесь Сидите Вкушаете Русские блюда Или пьете Русский чай Из самовара Прохожу Мимо кастрюлек Поварских Это я уже На втором этаже Крыши летних веранд Видна колокольня Кремля Спустился на первый этаж Подход к причалу Летнюю веранду Готовят к летнему сезону Волга И пароход Ласточка Главные персонажи Моей картины Так сказал Эльдар Рязанов О своем фильме От имени Костромичей Хочу сказать Спасибо Эльдару Александровичу Что основным местом Для съемок Выбрал Нашу Кострому Она олицетворяла Дух дворянства И купечества Сказал он Спасибо за признательность В титрах Которые показаны в фильме Вечная память вам Эльдар Александрович Такие столики Стоят на палубах Пристани На которых Написаны Любопытные надписи Про Кострому Кострома Кострома богом хранима Лесами льном Златым Серебром Богата Русским Духом Сильна Ой Перехвалили Кострому Штурвал Как на ласточке Можно покрутить Представить себя Капитаном Сфотографироваться За таким штурвалом Паратов и Лариса Совершили Первое сближение Пора нам побывать Внутри пристани На первом этаже Нас встречает Кают компания Такая здесь Уютная Теплая обстановка Говорят Что здесь можно И порыбачить Поиграть в шахматы В шашки Домино Лото Вечером Устроить конкурс Караоке Побывать на Концерте Инструментальной Группы Ну и конечно Насладиться Панорамным видом Великой рекой Волгой Пройдем дальше Дальше у нас Сувенирная Лавочка Здесь можно Приобрести Разные штучки Сувениры Даже варенье Вижу Есть Чаи Сувениров Полно Такой Предбанчик Перед гардеробом С различными Картинами Стоит Медведь Не подходи Не подходи Романс Романс Был это В далеком 1984 году В втором Монтаже Мы уже Были Итак Мы попадаем В ресторан До революционной России В каждой В каждой В каждой детали В каждой детали интерьера Передан дух Вечерами Вечерами Здесь играет Живая музыка Приглашают Цыганский Ансамбль Люстра Люстра Тех времен Дама У пианино В шляпе Красота Красота Кругом Красота Сервант Тех времен Друзья Здесь есть Вип-залы Уютная Такая Обстановочка Картины Сервировочка Можно Душевно Посидеть Играет музыка Романцы Сейчас выйдем Так сказать На палубу Этого ресторана Еще один Зальчик Как раз Играет музыка Из фильма Жестокий романс Виды просто Великолепные Дух захватывает Так вперед Друзья За звездой Кочевой Официант Мне подсказал Что один зал Называется Классический А второй Кустодия В зал Посвященный Этому художнику Вот такое Ароматическое место Есть В нашем городе Первоначально Я думал Что здесь Был построен Дома Гудаловых Но оказалось Что не здесь Добро пожаловать В наш город Город на Волге Кострома Внизу На причале Есть прекрасный Спортбар Который Называется 170 грамм Именно Столько Весит Хоккейная Шайба Преобладает Хоккейная Тема Здесь Есть Эсклюзивные Трофеи Висят Форумы С автографами Ковальчука Овечкина Ягра Клюшки С чемпионатов Мира Где-то Есть Футбольный Мяч С росписью Членов Федерации Фифа Спартак Спартак Навсегда Именно Теплоход Спартак Был Ласточкой В фильме А теплоход Достоевский Был Святой Ольгой Они В Костроме Были Несколько Дней И за Это Время Съемочной Группе Пришлось Снимать Основные Сцены С пароходами А Трагические События На Ласточке Уже Снимали В запланированном Рейсе Парохода Спартак Я Покляю Ресторан Старая Пристань Добро пожаловать В этот ресторан Очень романтическое Место И самое то Жестокий Романс Здесь Вы Прочувствуете То Время И ту Обстановку Махнатыш 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 Ветер Свято-Троицкий Ипатерский Мужской Монастырь Главная Достопримечательность Костромы Но В фильме Он появляется В эпизодах От его С кем В погоню Отправляются Карандыш Где-то Примерно Из этого Места Покажу Отрывок Из моего Летнего Репортажа Как раз Снимал Это Место Стена Древнего Ипатерского Монастыря На стенах Даже растут Деревья Все Тоже Требуют Реконструкции Ремонта Здесь Сделали Симпатичный Причальщик Рыбаки Его Очень Любят Именно Примерно С этого Места Отчаливает Карандышев Он Догоняет Ласточку Представьте В пьяном Виде Наверное Был Спортсменом В эпизоде С погоней Мехко Чуть Не погиб Одна Из лопастей Парохода Ударила И прокинула Лодку Но К счастью Актер Выплыл Здесь Река Кострома Впадает В реку Волга Ну Что Мы Покидаем Это Место Летим Заключительное Завершаю Своё видео Рядом С драматическим Театром Имени Островского В театре Снимали Большой эпизод С актерами Георгием Бурковым И Людмилой Гурченкой Много Костромичей Было задействовано В массовки Они играли В старых Костюмах И платьев Того Времени Были В роли Зрителей Но Всё Это К сожалению Не вошло В фильм Напротив Театра Есть Памятник Великому Драматургу Спасибо Александр Николаевич За ваши Труды И вам Спасибо Господа Что Не забываете Моё творчество Спасибо Всем Те Кто Посмотрел Мой Репортаж До Конца Оценивайте Мой Труд Буду Рад Новым Подписчикам Подписывайтесь На его Господа Хорошее Дело Делает Господин Спасибо Александр Николаевич Слушайте Великого Драматурга Плохого Не посоветуют Планирую Снять Репортажи Про Романовых Ивана Сусанина Буду Дальше Знакомить Вас С городом Костромой Ярославлем Не Вихтай Не пропустите И напоследок Я скажу Желаю Всем верить И обрести Свою волшебную Страну Всем Большой Чистой Счастливой И взаимной Любви До новых Встреч До свидания И поставьте Что-нибудь Пока-пока Счастливой 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 Счастливой